За несколько дней работы Центра помощи, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, поступило уже свыше сотни звонков. Некоторые граждане обеспокоены тем, что в ходе мероприятий под призыв могут попасть граждане, на кого приказ не распространяется. Для того, чтобы не допустить таких случаев и успокоить людей, региональный отдел Общероссийского народного фронта и открыл Центр. То есть наша главная задача – это обязательно услышать человека, это помочь насколько возможно, то есть это в первую очередь консультация, потому что не все знают, что можно позвонить в первую очередь. Может быть это 122, это единый колл-центр в регионе создан, где мы тоже мониторим каждый день. Люди достаточно грамотно отвечают, очень быстро на поставленные вопросы. Ранее ряд СМИ публиковал информацию, что на местах в разных точках России встречаются случаи, когда повестки получали люди, не подлежащие частичной мобилизации. О недопустимости нарушений критериев призыва выступили ряд чиновников, в частности председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий. Поэтому еще раз прошу каждого из вас, считайте, что обращаюсь лично. Если необходимо, круглосуточно, 7 дней в неделю, будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности. Но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки. Однако, как сообщили в центре, в Оренбургской области нарушений такого рода не выявлено. И специалисты находятся в тесном контакте с ведомствами. У нас выстроено отношение. Это с комиссаром Оренбургской области. То есть там прям назначен человек, это заместитель нашего комиссара. Вот с кем непосредственно прям мы на связи на сотовом телефоне. И если вдруг какая-то прям острая ситуация, я прям сразу звоню и консультируюсь. Плюс у нас есть в Москве юристы, которые тоже отвечают на вопросы. Мы им тоже задаем вопросы, которые часто, или которые наоборот даже и редко, когда не знаешь сразу, как ответить. Вот. И, естественно, это выстроено отношение с вице-губернатором по внутренней политике и с руководителем аппарата. В Центре помощи порекомендовали заранее подготовить все документы и справки тем, кто не попадает под приказы, чтобы в случае получения повестки военкомат смог сразу освободить гражданина. Дополнительную информацию и ответы на актуальные вопросы можно получить по телефону горячей линии 122. На ресурсе объясняем.рф, а также по телефону Центра помощи регионального отдела ОНФ. Контакты на ваших экранах. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.